Сценарий раздачи каталогов Сценарий раздачи каталогов Сценарий раздачи каталогов Сценарий раздачи каталогов Улыбка, зрительный контакт, приветствие, ожидание обратной реакции Чтобы это был диалог мимо наук Чтобы не так, что «Здравствуйте, я такой-то каталог вышел» Человек вообще не понял, что это было Вихрь какой-то прилетел или что вообще произошло Очень важно, чтобы человек вам ответил «Здравствуйте» С выборочкой, всё с позитивчиком и смотрим в глаза «Здравствуйте, ждём ответного приветствия и дневного знака внимания» «Ивложение каталога на вытянутой руке» Это о чём я говорила, если, конечно, это не совсем не надо То есть через стекло у вас просто Ну, то есть не прижимая к себе И не так, что пришёл и выложил на здоровье А именно повыкнуть на руке Это вам каталог рефлей «Оставлю посмотреть до завтра» Очень важно, что не оставлю посмотреть до завтра Знакомство с человеком Когда он взял каталог «Меня, кстати, Светлана зовут» «А вас как?» «Дарина» «Очень приятная Дарина» «Уточнение даты сбора каталога» «Дарина, вы завтра будете работать?» «Да, хорошо, зайду тогда завтра» «Если нет, передайте тогда заказ другой смене» «Не каталог, а заказ» Это тоже важно, что… Так «А если не поймёшь?» «Что ещё раз?» «А если не поймёшь, что насчёт заказа передать?» «Нет, они всё понимают» «Они же понимают, для чего ты не оставляешь этот каталог» «Я завтра зайду за заказ» «Не за каталогом, а именно за заказом» «Так, и фраза якорь» «У всех есть свои тонкости в этом плане» «Фраза якорь – это то, что должны сцепить» «Чтобы именно вас запомнили» «Чтоб не получилось, как у меня, что мы не запоминаем лица консультантов» «Вас тут 40 человек ходим» «То есть кто-то выходит, потом возвращается» «Я совсем забыла сказать» «Здесь вот на такой-то страничке такое классное предложение» «Кстати, вот сейчас момент» «Музы-каталог» «Музы-каталог» «Приходи, что вы точно не будет умру» «Бор�ritos насляешься», потому что вы будете слышать « Harry Lesそうですね» «То чем этому отвезет? Это не определение к «хватлу» «Хватит. Но Хватит». «Разино» Кстати, вот этот сценарий, запишите себе, пункт, опцию. Там есть? Да. Там есть? Ну, смотрите, что вы... Да. А вот, когда закончится пробовать, и там, наверное, будет второй каталог, то она должна быть платить. Следующий каталог? Смотри, там, в следующей каталоге, там, сколько-то бесплатно и по льготной цене приходит, а так потом, просто в конце месяца надо заказывать нужное количество пробников. Вот сколько я? Четыре месяца работаю, у меня они еще не закончились. То есть, ну, там буквально по чуть-чуть же надо мазать, буквально как-то. Итак. Если с пробниками пополам надо. В смысле? Ну... Пробник, точно, какая маленькая штука, она целиком, да. Нет. У тебя есть пробники с собой? Нет. Артём Андреевич, у нас где-нибудь есть пробники, что-то сказать? Да, пробники, это супер-кривидная продукция, которая есть. Так. Вот, смотрите. Можете тоже, кстати, записать. Четвертая, пятая страница. Набор за 399 рублей. Расширять заказ на него вообще делаем. Потому что здесь все, что заканчивается, если даже у человека это есть в данный момент, то это закончится уже быстро. В набор входит гель для душа, шариковый дезодорант, крем для рук, тушь и такой мини-спрейчик. Он буквально такой в пальчик, как, ну, в сумочку женскую положить. Либо на подарки потом. Всего 399? Всего 399. Всего 399. А так он 1580. Экономия 1180 рублей. То есть вы прямо человеку, вот когда заходите в вашу ягод, да? Здесь встать вот на этой странице, мы с вас на этот однокурсный мусор. Ну, вообще это должна быть черная сумка. Там должны быть и помады, и каталоги. Вот так вот выглядят пробники. И пробниками мы мажем. Например, если человек заинтересовала какая-то туалетная вода, то, как бы, немножечко мажем. Ну, потом тоже у вас еще будет второй базовый кремль, где будет подробнее именно по пробникам. Так, значит, ну, вопрога. Выглядит это примерно так. Можно по каталогу спросить. Да. Сейчас мы прям. Вот это складыш. Кладыш. Тут мы объяснили, тут мы заказывали только 100 рублей, или как? Слушай, ну, вообще, да. Но иногда можно, например, если уже постоянные клиенты, ну, можно на жизнь быть постоянные. Если у тебя кто-то один заказал на 500 рублей, то из этого складыша ничего не взял. Вы знаете, я специально для вас делаю исключение, как бы, ну, ладно, заказывайте. То есть, ну, человек сразу же начинает тоже, как-то потом немножечко реагировать. Да, вот. Ну, то есть, выглядит это примерно так. Кто ходил вчера с Настей, знает. Здравствуйте. Держите. Здравствуйте. Это вам. Новый каталог Reflame. Оставлю посмотреть до завтра. Да, хорошо. Ну, вот этот ответ. Меня, кстати, Светлана зовут. А вас как? Далина. Очень приятно, Далина. Завтра зайду за заказом. Вы завтра будете работать? Да, буду. Либо, если нет, не буду, передайте тогда заказ другой смену. И фразы я-то. То есть, вот на такой-то страничке, обратите внимание, на странице 4-5 есть очень прекрасное предложение. Можете даже сразу же открыть, в принципе, показать, чтобы человек, как бы, видел, что вы с ним уже начали работать. У всех фразы я-то и бывают разные. Кто-то говорит, ну, и уходя, естественно, там, обязательно тоже на позитивчике. Хорошего вам вечера, то есть Света с улыбочкой, чтобы... Ну, мне это действительно нравится со мной, вот такое общение с людьми. То есть, там, либо, когда вы приходите за каталогом, очень можно спросить, там, ну, как у вас дела, как настроение, там, ой, погода сегодня, что-то вообще не было. Ну, то есть, как-то пообщаться с человеком на отстранённую тему, чтобы он, как бы, подружился с вами, можно сказать. Так, вот, прощание и пожелание хорошего дня. Вот эти шесть моментов. Пример диалога раздачи каталогов. Это то, что я как раз сейчас показывала. Здравствуйте. Обязательно ждём ответа. Клиент, здравствуйте. Консультант. Это вам каталог рефорентов. Оставлю посмотреть до завтра. Отдаём каталог. Хорошо, спасибо берёт. Ну, это, как бы, идеальный вариант, что, как бы, такой человек... Меня надо бы прыгать, да, вас. Прям, да. Специально. Так, имя клиента. Ну, соответственно, да, очень приятно познакомиться. Завтра работаете, не работаете. Я завтра зайду. Если не работаете, то передать другой символент. Ну, и фраза якорь. Опять-таки, ну, мне, например, кто-то прям специально, чтобы их запомнили, оставляет каталог, уходит и через несколько минут, блин, совсем вам забыл сказать. То есть, чтобы его тоже, как бы, такой момент запоминания. Чтобы вот на такой постранице... Мне просто не очень удобно, что два раза в одну организацию заходить. То есть, я работаю достаточно быстро, не раздумывая, не, как бы, не сомневаясь. Как бы, зашла, отдала... По поводу подарка, кстати, забыла сказать ещё. То, что написано, подарки какие могут быть. На брошенке вот на пиле. Кто-то конфетки дает. Кто-то что-то там из бумаги лепит. Ну, не лепит, а конструирует. То есть, и за регами своими руками сделает. Я проще всего, в личном мне, например, чтобы ещё и баллы пробивались. Ну, и так делают большинство ребят. Например, заказывают вот таких 10 штук мыла. То есть, они будут сейчас по акции, например, 10 штук, 390 рублей, ну, 400. Минус ещё 20%, плюс у вас ещё и баллы. То есть, по факту, они вообще-то не бесплатно выходят. Ну, и каждому клиенту, у которого заказ там был 1499 рублей, вкладывают. А, то есть, товарик должен быть не один. Да. Да. Ну, клиент, как вы, да. Хорошо, я обязательно посмотрю. Ну, кстати, вот кто-то говорит про скидки. Если там нет никакой, ну, хотя такого не бывает. В любом каталоге есть какая-то прям такая очень выгодная штука. То есть, ну, всегда можно указать на неё. Кто-то оставляет, я вам там подарок оставлю. Опять-таки, кто-то конфетки лепит по скотч. Кто-то стихи вкладывает, пишет. В общем, у кого-то сколько фантазия. У каждого, практически, консультанта есть своя фишка какая-то. Чтобы его запомнили. У меня эта фишка намного проще, честно. Я одеваю яркую одежду, чтобы у меня было видно. Красная юбка, яркий шарф. У вас, может быть, я не знаю, какая-нибудь кислотная шапка. Там, ну, естественно, вы должны её снять, где все начать общаться. Ну, человек вас уже запомнит по этой кислотной шапке. Но вряд ли найдется второй консультант, который пойдёт, вот как у меня, собирать каталоги и, как бы, кислотной шапке. То есть, ну, какие-то такие моменты, чтобы вас запомнили. Знаете, пять. Почему бы не? То есть, у каждого своя фишечка должна быть. До свидания, хорошего дня. Да. Выйдя из организации, обязательно записать адрес 7 клиентов. Вы никогда не вспомните. Даже после 10 адресов, куда вы чего дали. Потому что где-то будет отказ, где-то будет «да», где-то вы пообщаетесь, где-то, может быть, сразу сделают заказ, и оставят каталог. Это нереально. У меня были консультанты, которые меня парили, то, что они раздают по 20-25 каталогов в день. И когда я говорила, предоставьте мне отчётность по этой причине, он запомнил его, не видел. Вот какая-то память у человека не была. Нет, конечно, бывает в Уберкинде, но очень наряд ли. Так, упражнение «зеркало». Ваша задача — повторять сейчас всё, что буду делать я. Если один из участников не повторяет, или повторяет не точно, значит, нужно будет всё начинать сначала. Я думаю, что, в принципе, вы уже многие слышали что-то по упражнению «зеркало». То есть я говорю, и вы говорите. «Здравствуйте». Вы говорите «здравствуйте». Вот вам новый канал. Оставлю посмотреть до завтра. У меня, кстати, Светлана зовут. Я, кстати, Светлана зовут. «А вас как?» Спасибо. Здравствуйте. у меня все хорошие задания возражения запишите себе это работа с возражениями что такое возражение возражение это скрытый вопрос то есть человек говорит нет но то же самое время не говорит мне поэтому с ними нужно работать чтобы нет превратить не были такие случаи и не единожды когда грамотно работа с возражениями приводила когда человек говорит что мне наверное то есть он уже сомневается почему именно обязательно точнее узнаете я как обычно не заказ но может быть в этот раз закажите там очень много классных предложений опять указывается на набор я оставлю посмотреть может быть чем-то берете себе ну ладно соглашайтесь в принципе да с возражениями нужно работать обязательно потому что чтобы наработать себе клиентскую базу я сейчас с возражениями работаю мало потому что я работаю постоянным клиентам как бы они в принципе не возражают если даже бывает такое я говорю все люди разные когда я в одну организацию носила три месяца подряд каталог они его охотно брали в четвертый раз мне сказали а у нас свой консультант я просто смысле но здесь у нас работает девочка раз чем у меня кто то есть вообще непонятно очень странные люди чем лучше вы выглядите тем меньше будут возражать клиенты ну я думаю что здесь тоже все понятно потому что то что мы обсуждали в самом начале если с перегаром от вас пахнет сигаретами вы пришли такой вообще непонятно зачем непонятно для чего то возражение будет стопроцентно делим еще не надо идти отсюда все кто какая то кто вообще что что вам надо если вы хорошо выглядите а то вам уже сразу же доверительные отношения с первого взгляда тогда возражения уменьшаются процентов на сегодня все то есть человек может просто потому что вы внешне понравились и можете консультанты к тому работая с возражениями вы приобретаете дополнительных клиентов и являете учтивость то бишь гибкость отстраиваться под каждым то что я тоже говорила с самого начала так какие бывают возражения запишите себе я пользуюсь другой косметикой более дорогой там бывают случаи когда они говорят это слишком дешевая косметика для меня ну ладно я могу за 5 тысяч подорвать помаду варианты ответов на него здесь есть не только косметика есть еще парфюмерия можете смотреть аксессуары различные кстати очень хорошие кстати вот тоже сейчас купила сумку показала я пришла я сама удивилась насколько она качественная сколько сумок разных не покупала то есть это не уступает вообще тем более там с определенного уровня 50 процентов на любой продукт ну дополнительно еще 50 я не пользуюсь косметикой опять же здесь есть не только косметика здесь есть парфюмерия здесь есть даже мелкая бытовая техника различные примеры аксессуары сумки сережки у меня нет времени если клиент говорит что у него нет времени скажите ему вы же домой пойдете возьмите там и посмотрите дома у меня дома тем более времени нет я вот прям прихожу и как электролюбина вы же чай садитесь пить покушать там взяли полистали каталог все так вы уже 5 это про то что я говорила пускай буду пятым пускай лежит возьмите да то есть ваш каталог могут даже не посмотреть не придете вы занимать например пришел первый конфликт поставил каталог люди сразу посмотрели сделать 10 какие-то пометки пришел второй человек ну ладно пусть лежит может смотреть то есть они уже готовы заказ сделать очень важно в этом случае еще работать на обережение вот когда такое возражение что вы уже 5 6 10 там еще что-то такого рода то спросите если у вас есть возможность переходите в этом время чтобы быть первым у меня даже одна постоянная клиентка однажды я пришла за каталогом ну я ее предупреждала что мы смогли выйти например в воскресенье и пришла в 3 дня в воскресенье еще одна девочка оставила каталог это мой постоянный клиент ну ладно пусть полежит как бы у меня в принципе свой консультант на следующий день когда я захожу говорю ой я за каталогом пришла а я вот думаю зайдете вы сегодня не зайдете и следовать вот эта девочка и как бы я ну я понимаю что она новенькая как бы что-то я ее еще не увидела вот она заходит я даже настоящий такой консультант и клиент ей отвечает ну вот если бы пораньше пришли то я бы у вас заказ сделала я говорю ну как это ну потом когда уже эта девочка ушла я даю каталог она без заказа ушла такая вся расстроенная грустная я говорю как-то она говорит ну должна же я ей была что-то сказать такой я бы конечно не стала я бы вас дождалась но как-то вот так вот то есть очень важно в этом плане работать на опережение если до вас прошли клиент который чей-то постоянный он у вас скорее всего вообще не возьмет ну либо возьмет и просто лежит если это хороший сервис поэтому в этом случае говорим пусть мне тоже полежит мало ли никто не придет а я точно предмет и желательно помощь я мужчина зачем мне это там есть парфюмерия мужские наборы причем с мужчинами работать в этом плане проще они очень часто берут прямо напрямую ну а покажите мне сразу что там мужского есть чтобы ей лишнее время материала ну буквально действительно есть мужского просто это 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 вот это то есть ну в принципе можно вот так вот если например он заказывает для себя кстати мужчины очень часто даже берут и говорят о порядке и быть он не для женщины что-либо ну или про парфюм можно ему дать парфюм ну то есть если он берет для своей женщины если этот аромат нам нравился ему значит скорее всего он понравится ей то есть ну как вы понимаете в данной связи можете порекомендовать какую-то туалетную воду потому что они иногда сами не знают, что хотят я уже как бы там 4 месяца работаю плюс я до этого знала какие-то тонкости именно по парфюмерии для женщин там есть такая тема что брюнетка блондинка возраст и все такое прочее короче расскажу так если возраст до 40 это можно не очень дорого если старше 40 то это уже должен быть хороший парфюмер может быть со скидкой с хорошей скидкой но первоначальная цена например вот на этот парфюмчик да первоначально он стоил 1500 рублей это вот для молодых девушек там 25-30 лет они причем по цветам даже как-то вот так заметно как-то что такие нежные такие вот как бы все так подобное сейчас она со скидкой почти 500 рублей 450 рублей то есть как бы можно рекомендовать не стоит сразу же рекомендовать воду которая идет не по скидке вот она вот так вот если она вот так вот мелко и на одной страничке то она практически вся ну кроме вот этой первой идет не по скидке то есть человек уже сразу же он просто возьмет следующий каталог где эта туалетная вода будет например за не за три тысячи а за полторы и уже как-то к вам будет такое отношение блин зачем почему он им подсказал поэтому я всегда советую брать по скидку если конечно там бывают такие клиенты что им нужна именно определенное туалетное вода не будет хоть за десять тысяч что им нравится очень часто Джордане будут так но я потом еще на втором пазлу это все потом мне вам расскажут возражения при сборе каталогов у меня нет денег я могу привести заказ к определенной дате то есть когда у вас будет зарплата не надо с порога, а когда у вас зарплата то есть я там же указываю что я могу купить датю то есть у меня просто поставьте дату когда у вас все будет супер это для меня слишком дорого там есть серия там ну по сути по каждому блоку по парфюмерии, по декоративной косметике это тушь, помада и все остальное есть три ценовых категории совсем дорого, средненько и совсем недорого тем более по скидкам вот этот каталог он вообще распродажен то есть там именно распродажа и тут вот эта вот вкладочка посерединке вот это все поэтому иногда говорят что Avon дешевле да действительно Avon дешевле но все равно можно оставить каталог некоторые скидочные предложения этого каталога например это тоже самый набор опять-таки сашотина за 390 рублей там цена одного продукта там только одна тушь должна стоить рублей 400 а она выходит за 800 рублей ну то есть это вообще любому клиенту если даже там заказали не знаю какую помаду обратите внимание на этот набор вот прям указываете на него плюс еще вот эта штука ну обычно на последней странице каталога именно те продукты которыми мы расширяем заказ которые именно выбраны которые именно по хорошим ценам и которые очень популярны и знаменитые здесь гели для интимной гигиены в этот раз они всего за 100 рублей женщины их берут просто шикарно ну я понимаю что на интимный гель сложно расширить заказ то есть как бы это да нужно уже опыт определенный иметь вот но их очень хорошо берут прям вот практически каждый заказ усилил так для меня слишком дешево опять-таки декоративные косметики у нас есть разные моменты серия например опять-таки у меня патологов и декоративные косметики она как раз здесь у тебя в конце можете тоже кстати себе записать серия верими это недорогая серия верими не записывайте потому что так не запомните вот здесь и лаки и помады и все вот было доступным ценам ну то есть по очень доступным то есть ну блин я бы сказала что это косметика для школьников то есть вот если бы я у всего в школе я бы наверно заказывала что призы то есть следующая серия вам the one она средняя то есть она для среднего класса неплохая очень даже неплохая туши это вообще просто именно этой серии они их знает практически любая девушка и они обычно идут по хорошим скидкам то есть так они например the one да туши кстати тоже бывают разные мальчики об этом не знают основном они бывают с разными дисточками разных цветов разных одни те объемы другие те удлинения вот ивановские туши они практически все идут в одном то есть они и удлиняют и разделяют и закручивают здесь сейчас тоже со скидкой это что касаемо серии the one the one обычно вот заказывают как раз ну такие продавцы очень хорошо разные там бистро сушишопы кафешки парикмахерские и серия элитной косметики jordani jordani это просто шикарнейшая косметика помады все кто знают Reflame когда ты видел каталог они знают что такое jordani здесь в этом каталоге тоже они идут со скидкой 60 процентов тушь со скидкой 60 процентов и помады со скидкой 60 процентов вот это что касаемо декоративной косметики это если для меня это слишком дешево вот пожалуйста если есть шикарная серия она вообще дорогая но сейчас она со скидками просто то есть сразу можете у кого не будет ничего не нужно все есть ну вы посмотрите каталог мало ли вам что-то принес потому что сегодня есть завтра нет тем более такие вещи как заканчивающаяся зубная паста гель для душа мыла их можно в принципе из запаса брать то есть я сомневаюсь что у кого-то есть коробка в ноту что прямо с запасом с запасом хотя у меня примерно так получается ну у меня это на подарки просто много чего понравилось но пока что не нужно то есть то есть ну честно очень странная фраза да я хочу но мне не нужно то есть человек сам себе противоречит в этом случае просто можно а покажите мне что вам понравилось она вам показывает например какую-то туалетную воду с бешеной скидкой вы видите понимаете просто ее потом не будет по такой скидке то есть ну элементарно возьмите с запасом опять-таки есть там какой-то гель для душа например что именно кончается ту же запасу конечно брать не стоит вот ну и просто а что вам именно понравилось просто начинаете ой а давайте если парфюм то вообще супер то сдаете пробник и даете помыкать как нам точно ваша может быть сам еще посмотрим как нам а сразу переход если человек вам отказал три раза вы уже как ну например при раздаче каталогов нет знаете мне не надо почему вам не надо вы должны обязательно как бы выяснить причину ну я пользуюсь другой косметикой а какой есть мне секрет ну я вообще заказываю в ней вот знаете у нас сейчас такие скидки таких воеваний нету я выставлю каталог если она уже даже после этого отказывает после третьего возражения мы говорим ну ладно ничего страшного то есть не надо ну все столько времени потратить ничего страшного просто дело в том что как бы ну просто хотела вам чтобы порекомендовать вот этот вот набор опять-таки потом начинается еще работа с пробниками для расширения заказа то есть причем пробники можно как при раздаче каталогов так и при сборе обычно рекомендуют при сборе каталогов именно чтобы расширить заказ предлагать пробники я это делаю даже при раздаче то есть блин у меня даже был случай когда человек три раза отказал я говорю ну ладно если вы как настолько не хотите брать каталог то можете мне уделить просто несколько минут у нас сейчас проходит там соцопрос какие ароматы больше нравятся людям в принципе запускаем новую линейку туалетной воды как бы думаю какую бы ее сделать при этом у меня в карманах два пробника ну если женщина то женских если мужчина то мужских у меня и такой и такой лежит с кем я работаю вот и я достаю например два женских пробника говорю один сладкий один желательно чтобы они были по акции один сладкий и один свежий вот смотрите вот это сладкий обычно все соглашаются если даже им не нужен каталог они на пробнике соглашаются если конечно там не было десяти человек которые уже их обмазали с головой но это очень редко потому что как правило консультанты почему-то вообще забывают работу и вторую ручку значит мажем сладким она выбирает высунем видом записываете она такая ну и говорите еще знаете мне вот свежий больше понравился в этом каталоге как раз со скидкой может вы его возьмете посмотрите то есть ну это уже это уже после трех возражений ну и в принципе если вы ей понравитесь если вы правильно проведете эту ситуацию пробников да то она возьмет этот каталог по идее просто посмотрите туалет вот сколько она стоит потому что вам сейчас на первом на первых порах нужно будет поработать именно на количество а не на качество то есть вам нужно найти своих клиентов постоянных на работу с возражениями увеличивать количество заказов в два раза а значит и заработать правильное отношение к отказам и закону вероятности в работе можно встретить много нет и много да я думаю что все в курсе что если произошло что-то плохое то когда-то произойдет что-то хорошее не бывает что всю жизнь у вас плохо если вам 10 раз отказали значит вам это просто увеличивать вероятность того что в следующий раз вам скажут так вы должны вот это вот так себе сформировать голове и сформулировать чтобы ну не расстраиваться опять таки потому что если расстраиваться по каждому отказу то ничего хорошего из этого не получится просто себя забудите сразу же что не нужно поэтому ну нет так нет как бы если вот три возражения там вот это все главное все делать на позитиве мне вот например самой нравится проводить вот эту дегустатку туалетной воды потому что блин ну я не знаю мне это нравится просто я вообще с туалетными водами как только я получила пробники я приехала их разложила все обнухала прям ну не знаю понравилось сразу как-то это думаю по пробникам я буду на 100% то есть например если вам да отказали если вам отказали вот прям в каждой организации во всем доме лучше переходить на другую улицу лучше сменить как-то то есть даже вот это вот то есть что я показывала да если вы дом со всех сторон обошли то дальше по этой же улице лучше наверное свернуть куда-то опять таки во дворах все любят работать там где большая загруженность где есть рынки где есть торговые комплексы ну там возьмут 3-4 за того в лучшем случае заказов может вообще не быть то есть а в магазинчик который стоит где-то вот на окраине вы зайдете и там может быть оказывать тысячи потому что никогда нельзя пренебрегать вот этими определенными тушками это наоборот очень круто так нет это не оскорбление а просто честь человеческого общения каждое нет увеличивает вероятность следующей воды хорошее настроение да если вот вам 20 раз отказали музычку лучше и куда-то на другую ручку настроение все подняли и с новыми силами приступили выводы можно делать только на основе больших чисел вы раздадите 100 каталогов и получите определенную сумму заказа со 100 каталогов если вы будете раздавать в неделю 100 каталогов то за 3 недели вы спокойно наберете заказ на 50-60 тысяч рублей потому что люди хорошо будут а если вы будете грамотно предлагать пробники расширять заказ даже на эти наборы грубо говоря 10 клиентов 10 таких наборов это уже 4 тысячи а их можно добавить практически в каждый заказ вообще у нас будет в какие организации не заходим сейчас я буду показывать вам картинки вы отвечаете заходим не заходим заходим я поначалу не заходила потому что первые 2 недели я работала с маленьким ребенком я решила что это не стоит да 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 у меня тут был случай как раз с дочкой нашла у меня дочка значит презерватив и говорит мама это что а мама ее растерялась тоже еще не слышала да это случай а мама ее растерялась что ей ответить тебе ну точно это жвачка а да а я люблю такие жвачки я говорю ну нет ты не любишь такие жвачки а я когда вырасту буду их любить тут меня просто накрыло ну надо было что-то наверное другое все-таки придумать да поэтому после вот этого момента я думаю что мне бы многое еще пришлось объяснять надо было сказать жвачкой не те ощущения да это то что я рассказывала почему-то боятся якобы в очереди не знаю может только в моем районе почта у меня перед новым годом был случай что я думаю ну вот почту почему бы не зайти я зашла и не было ни одного человека ни на первом ни на втором этаже то есть конечно если вот такая очередь то вы просто потеряете зря время я зашла на почту ну там небольшой заказ был да 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 в вашем случае прокатилась может попробовать да здесь меня из виду на этой картинке в ногах залазит да был случай в случае когда основатель системы Владимир Ястриков он ходил за своим консультантом когда только начинал консультант ему говорит вот а вот кран там же дверь есть есть почему бы нет ну и они действительно залезли на этот кран крановщик чуть не посидел конечно от такого визита сказал им срочно слезайте как бы сам спустился и даже для жены какой-то там заказ делал у него как раз был день дождение когда по ближайшие дни и он сделал заказ то есть ну сейчас стройки все огорожены поэтому куда вам навряд ли удастся пойти вот а так в принципе вообще кстати да охранником можно у меня заказывают еще буквально охранники стоян на первых порах возможно будет сложно именно вам я вам советую начать с этого от этих точек чтобы заработать при постоянниках а потом уже перемещаться в торговые центры потому что там очень большая конкуренция хотя вот если честно тоже совсем недавно в празднике когда вот морозы были такие дики мне еще и детей было не с кем оставить я просто в колясочку посадила одна так ходила у меня в коляске и мы гуляли да и мы гуляли еще одновременно ей с консультантом девочка у меня была консультантом и накануне мне просто звонили ребята и говорили блин в торговых вообще просто такая конкуренция я за полтора часа один каталог раздала и я с таким настроением ехала ну ладно заодно погуляю с девочкой пообщаюсь как мы и детей выбрали может что-нибудь посмотрю заодно то есть как-то так ну я ее сразу подпадила я буду слушать по торговым тяжеловато работать короче я взяла только 10 каталогов я эти 10 каталогов раздала пройдя всего полтора этажа я раздала их за полчаса с детьми то есть блин я вот так вышла просто что тут сложного что то есть раздать можно где угодно если пойдете в торговый ну опять-таки мороз может будет или еще что-то рекомендую сначала таскаться на миллионку точно вот принцип работы в торговом заключается в том что начинать с верхних этажей и перейти с вниз а не наоборот наверху берут в разы лучше я вот ну когда ходила я на верхнем этаже на самом верхнем раздала из 10 то ли 6 или 7 каталогов но это с учетом того что там будут лентят то есть я оставила на барной потом там какие-то поликислородные коктейли геймзоны то есть ну практически все обошло везде разные люди это разные организации если организация одна например ну бар или театр ну там 5 человек не надо давать каждому они одним управятся опять-таки мы забираем всегда каталоги на следующий день если ну там есть определенные обстоятельства когда можно оставлять на час на час на два часа это просто увеличит вы можете работать вообще два дня в неделю оставляя на час но это тяжеловато то есть 30 каталога поставили на час перешли на другую сторону улице там ну и например 15 оставили с одной стороны 15 с другой пока обходили по 2-й по 2-й у вас уже есть заказ можно уже обратно идти по 1-й магазине в суд забирать да все верно так в торговых еще был у нас один волшебный консультант который звонил и говорил что уже всех торговых комплексов угоняет охранник никогда ни у кого такого не было ну он вообще был очень старый человек я как раздавала по своему каталогу и взяла заказ на 90 рублей за месяц непонятно сюда да у них обычно не очень много по времени но они находят кто-то домой берет посмотреть потом рекомендуют еще остальные единственное вот у меня почему-то совершенно не берут там молодые люди не совершенно они как-то молодые люди не берут если там есть девушки то у меня берут каталог процентов наверное в 80 случаев вот если не берут то ой если молодой человек то как правило он у меня смотрит и все что это куда у меня завербовать как будто я светитель игру то есть очень как-то так получается ну это ну важно конечно очень нужно очень нужно очень нужно потому что вот по таким шавермам небольшим я первый месяц сделала наверно 30 процентов по этой стране я продала на 55 тысяч и 30 процентов будет из строя шавермы люди которые работают в шаверме даже если это мужчина заходить сто процентов они тащатся от флорифовского парфюма они просто я не знаю они сразу же в жордах они есть я уже знаю эти названия да как раз по скидке и они готовы сразу же сделать этот заказ почему вы наверняка знаете как парфюмер шаверма у меня один раз первый первый шаверма в который я зашла вот парфюмерия подберите мне то чтобы у меня шаверма не пахнула у меня по-первых помогал мне муж когда я заходила в шаверму потом сходила из машины и он говорит да где была ты так несешь этот шаверма если этот запах настолько стойкий но его ничем не перебить поэтому они у них в месяц будет лак я бы сделал это какое перебить они как правило но большинство уже знают опять таки советуют то что по скидке сейчас вот в этом каталоге большая скидка на два как раз мужских ароматов обычно они уже знают то что им именно надо то есть они уже ждут непосредственно аппаратную туалетную воду либо вообще скупают сон они могут по три туалетной воды разным заказывать за раз так вот этот каталог сейчас со скидкой очень хороший 2,330 сейчас за 999 рублей то есть скидка 55% очень выгодна его рекомендую если он 40 лет вот этот более нежный свежий тоже 2,330 вообще 65% да это кто помоложе но обычно в шаверму можно легко и то и другое еще и женский как у медовонку я и говорю а вам какой аромат то женский, мужской может быть для девушки да да мне без разницы то есть вот вообще он жрет домой что они постоянно там взяли эти кассирующие куда ездят почему не может ну опять таки если очередь больше двух человек не стоять если меньше двух человек то в принципе они быстро это делают у нас теремки не бывают по народу но обычно они говорят у нас нет времени то есть там ну отношусь да 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 то есть ну можно взять там если кого-то заинтересует можно взять там вам главное оставить рекомендации по поводу все неправды и неправды необычное содержание если сомневаетесь вот например что хотите смотреть заходить предлагать потому что никогда не угадаете возьмут это нет не ну можно можно а я заберу только аккуратно да 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 ну мы ничем противозаконным не занимаемся они наоборот могут пожать то есть ну по сути вот честно там сидят а вот там я вчера ходил и сказали 300 рублей каталог один ну на сутки приносишь платишь 300 рублей и он сутки лежит и по сути вот тут недалеко получается улица не помню как называют а что за организация в самом красоте вчера зашли и тетка сразу такая выходит 300 рублей и он лежит в сутки и по суточной если не платите то выкидывается я сразу ушел ну и правильно как бы нет такого не должно быть потому что они могут его вообще не выложить даже на столе и клиентки могут его вообще не выложить то есть ну у меня ни разу не было заказа от салона красоты именно с клиентами да было именно от парикмахи но с клиентов нет то есть ну я даже по себе знаю если бы я сидела у меня с закрашенными волосами и ждала бы пока их 20 минут скажем так то ну я бы могла конечно не стать но что я сделала заказ я не видела этого консультанта я не видела этого человека и просто не зная вообще что это и кто это ну что он в другом конце города живет и звонить я бы например не стала так салон красоты у меня да неплохо заказывают есть вот чем меньше салон красоты чем вот он такой скромный тем почему-то у них больше самомнений я рефлейм да что то есть у нее зарплата 15 тысяч на нее это прям я таким не пользуюсь в общем бывает в принципе заходить в любые салоны да опять таки у меня например клиенты не заказывали у вас ну вы можете заказать почему мне промоутером а может быть рассказывали почему именно на этой фотографии потому что она говорит сама за себя не надо а ты потом их не найдешь они однодневки а бабушки им вообще нечем заниматься вот бабушка сидит на холл и почитает да 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 они кстати люди которые работают в туалетах либо при заказе можем туалет поднимал подрывать ну зачем у них в туалетах на самом деле лучше конфетки дать чтобы в туалетах конфеты поесть ну слушайте а ты никогда не задумался где они кушают а свежитель воздуха свежитель воздуха может быть так да люди которые сидят в таких вот не шибко привлекательных местах еще к ним же могу отнести знаете главпиев вот эти разливушки более если там работают девушки разливное именно пиво там рыба и пиво у меня в районе мне не знаю как далк район там просто море все это и если там работают девушек она уже так устала от этой регары у нее просто вся скорбь еврейского народа она просто вот стоит пиво наливает рыбу дает все пошел вот это еще там если парный астольщик маленькая есть и вот это все стоит пахнет, пьет и глухает, а на каталог просто, у меня вот просто его видят, вот глаза прям искрятся, давайте я возьму, конечно, конечно, вот, вот просто, вот, видимо, люди настолько уставшие от такой непривлекательной работы, они за каталог цепляются, как за какой-то луч света, прям, в темное устарство, серьезно, на танец. Можно? Можно. Я сама удивилась. Кроме промоутеров, ну и для себя. Я на самом деле очень понял, что значит промоутеры. Промоутеры это, которые предлагают дегустацию сыра в магазине, для каких-то подарочек раздания. Я думаю, которые дегустации мне подарочек дают. Ну, тем более, как ты их потом найдешь. Всем сказала, главное выключить, я сама не выключила. Я от мультуры пойду пикуде. Смолен, ты стараешься. По поводу нотариуса. Ходила тоже с консультантом, сама, думаю, нотариальная контура, думаю, ну, зайдем, почему нет. Там сидел один мужчина, в сороках. Русский все. Я говорю, да, вот, типа, у вас, ну, может, девушкам будет интересно, там, у меня работают. Он говорит, да почему только девушкам? Я тоже хочу посмотреть. Я говорю, без проблем. Показала ему, что тут есть мужского. Ну, с мужчинами работать проще, потому что здесь в стране. Я ему показала, что есть мужского. Он говорит, да, пробники есть? Есть. Короче, он мне заказал две туалеты воды. Одну мужскую для себя, вторую женскую на подарок. Никогда не угадаешь. Иногда был тоже консультант, который говорил, что, ну, я же не буду давать каталоги, вот, если сидит взрослая женщина. В смысле, что говорить о взрослая женщина? Ну, вот, если молодая девушка сидит, я зайду, да, в каталог. А вот, ну, там, если у бабушки, то зачем? Я говорю, ничего, что у нас линейка есть вообще от 50 лет. Я говорю, специально для этих случаев. И тем более, женщины, которые старше, мужчины, которые старше, у них синтапы финансовые. Они в разы платежеспособнее, чем девочка, которая на подработке, там, типа, у нее, там, не знаю, оклад 4 тысячи, она вот сидит просто, что-то перебирает. То есть, ну, она максимум на каждом остальном месте, скорее всего. Вот, поэтому такие вот более официальные вещи, как иноториальные конторы, банки, стоматологию, где работают люди уже. Викторальные услуги, как только для жильцов. Нет, в принципе, можно, почему нет. Типография, ну, тоже такие вот места. Я бы даже отдала предпочтение более серьезным организациям, нежели на какие-то слигалок. Тут, блин, на 100% человека платят. Не будет никакого косяка, когда ты принесешь заказ, а бывает такой. Ну, где тебе надо? Или там, ой, а мне уже не надо. Я вас предупреждала, что ты через это что-то начать не надо. То есть, я работаю с отказами настолько, что они, блин, занимают деньги, отдай мне. У меня не бывает случаев мазратов. Потому что, ну, одна заказала набор. Огромный, дорогущий за 5 тысяч. Очень хорошая косметика. В итоге закончилось тем, что, как бы, она мне потом звонит. Знаете, я дешевле нашла. То есть, ну, какой-то консультант сделал из кипчика 10%. И она, я говорю, меня не волнует. Он меня вот завтракан проповедрял, принеснул. Ну, а отказаться никак. Я говорю, я не буду делать из-за вас в заранее. Я говорю, я просто сделаю так, чтобы вам вообще больше никого-то консультант не придет. А тот, который обрадался скидкой, пострадает. Потому что это делать от пищи. Никаких скидок никогда мы никому не делали. Ну, смысл работать, чтобы оставаться на фунтуре. Я что, за свои деньги буду идти? Ну, за свои деньги вкладывать. Она взяла эту фунт. С кислым лицом, но взяла. То есть, ну... И больше не заказала? Нет, это не так. Это был магазин, там, человек 5. И как бы, с магазина заказы так же поступали. И она в том числе... Ну, она такие крупные заказы уже не делала. То есть, на поманду тоже еще что-то. То есть, их можно напугать. Они же не знают, по какому принципу они работают. Может, я действительно знаю, там, консультанты. Они пострадают. Ходить. Да. То есть, вы видите, шавермы. Да. Тоже вот есть. Да. Ну, одни хотя бы не пахнут шавермы. То есть, они берут хорошо парфюмы, но, да, одних не пахнут. Значит, вот 30% в первые потолоксы я сделала на шавермах. Еще 50% на это. Я работала в октябре. Это было с открытием сезона. Они уезжали на родину. Они скупали короткое. Просто короткое. И даже вот эти палатки, которые на улице стоят, не работают. Вот. Они очень часто на лето на родину, на зиму на родину уезжают. Вот. Ну, здесь вот такой, видно, круглогодичный магазин. А вот именно вы, которые были на палатке на улице, вот, они просто не будут готовы приехать ко мне домой в любое время и забрать ко мне в косметике. И, причем, они были олени на парфюме. На подарки стоят против них. Потому что не во всех странах есть или флейм, но во всех странах есть. По крайней мере, ближний и зубежний. Таджикистан, Узбекистан, это все. Так, что? Так. Это какой-то магазин, видимо, продуктов или ресторан. Ресторан, да. Ресторан, да. Да, там работают, помимо, ну, тоже была отделка ухтенка, которая... Я ни разу в ресторан не заходила, там же, ну, там так дорого все, так, ну, по золоте, еще что-то, как-то. Прямо, пошли за руку взяла. Девочки на стойке, ну, там, главное, которые официанты, кивайменши, они просто кабалок взяли, сразу же начали смотреть, кружить, потому что это было утро, по-моему, и народа вообще не было. Они тут же начали смотреть, заинтересовать пробниками сразу же. Если человек заинтересован, пробники можно прямо в момент раздачи кабалок приводить. Именно по принципу, как и ароматы нравятся, свежие рестораны, все, ты купочек. Плюс у них кухня, на кухне тоже люди, а если кабалок дойдет до администратор заведующего, и прочее, вы сорвали джекпот. Это то, что я говорила, да, гемофон. Разница только в том, что нужно нажать на кухню. А, кто на кухне? Нет. Нет. Если там, друзья, тем более, нужно... Куча народа не меняет. Нет, ну, допустим, под вечер ничего нет. Можно вообще в окошко-то подойти, которое с кого-то брать. И делать ничего. Либо с фразой. Да. Им нельзя. Я работал с эмоционой, и им нельзя отвлекаться. Я прекрасную фразу произношу. Я ставлю вам каталог с разрешением администратора. Администратор обычно станет рядом и следит за всем. Вот. То есть, если он разрешает, то все скупает. Это часы, когда нет интенсива. А интенсив, это мы вечером. То есть, где-то часа в 2-3 оставлять можно. Ну, опять-таки, здесь не только Макдак имеется в виду. Здесь имеется в виду КФС. И вот это вот все. Я говорю среднюю фразу. Да. Ну, бывает. Например, вот Макдака там вообще загружилась, конечно, большая. КФС поменьше. То есть, ну, если вы видите вот такой вот момент, да, ресторан быстрого питания, как мы с вами говорили. Ну, да, ну, так же, как в Теремках, по сути. Конечно. Конечно. Если... Нужно перебить запах. Нужно девушке поднять настроение. Потому что, ну, я возлюночную такую зашли. Ну, там вот сидят, мне кажется, они тяжелые. Они вот прям все уже пропахшие, прокуренные. Ну, ну, вот только вот так вот. Ну, честно. Но, знаете, от нас девочек сделали хорошие. Потому что, ну, я говорю, для них это прям очень смело. Но когда идешь, и тебя еще за юбку хватают пьяные мужики, то, конечно, это вообще неприятно. Поэтому я туда ходила утром. Ну, там утром находились. Но утром, ну, вообще, утром. Не знаю. Похмелялись. Ну, опять-таки, стойка тебе два. Ну, ну, вряд ли она куда-то относится ищет интимность. То есть, ну, да. Обычно они как бы так постоянно стоят. Вот эта консерьезная организация с кучей денег, наверное, нормально. Да, да. И там всегда много народа. Вот, то есть, именно девушек. Клиентам подказать, ну, сдите машину, он подказал. Только наоборот. Да, да, да. Почему бы нет такой? У нас не было еще, ни одного нет. У нас не стоит закрыть. У меня рядом с домом автоцентр такой. Я зашла, тоже девушке хорошо заказали. Кстати, у меня есть еще такая фишка, где не работает ни один консультант. Потому что у меня есть машина, а у меня нет. Это заправки, автомойки. На одной автомойке... На одной автомойке вообще был случай, что я ставила каталог. Во-первых, девочки тоже моют машину. Это из серии парикмахерства. Вот с автомойок у меня клиентки заказывают. И моют машину, как правило, рядом с домом. То есть, мы прямо, она мне звонила, мы договаривались встретиться на этой мойке, приезжали помыть машину, и я этого косметику нам денег. Плюс, в плане автомойки, работают, естественно, ребята тоже, ну, узбеки там, еще, вот, и они как бы сначала так, ну, ладно, пусть полежит. То есть, может, клиенты посмотрят. Короче, они у меня уже третий каталог подряд делают заказ на 3-4 туалетных воды. И хозяин говорит, благодаря вам, мои автомойщики пахнут великолепно. Это такое, как, ну, все равно приятно, когда это человек пахнет. Если даже он помойщик. Суть в том, что эта девушка, которая сделала у меня заказ, она им так разрекламировала, они такие, типа, ну, пока сидели, она пристала, сразу же сделала заказ, и разговаривала с моющих моющих и говорит, вы даже не представляете, какая там классная парфюмерия. Короче, она за меня все сделала работу, разрекламировала им так, что они у меня парфюм покупают, ну, тоже по 2-3 штуки. Просто они у меня уже, по-моему, всю возможность купили, которая только есть. И это вообще шикарный момент, более 2-4 часа можно хоть, будет ночью, будет вечером зайти. Есть у нас девушка, Таня, вот, Володина. Я знаю, что она очень часто работает именно по таким круглосуточным магазинам. И вечером просто даже может идти, болтать с ней, прям прямой заказ делать. То есть они вот прям, на моду немного, они прям при тебе листают каталог, и пока стоишь, греешься. Если это какая-то круглосуточная шаверма, опять-таки, у тебя там еще кофе напаля. Глиенты вообще странные. Странные. Вот странные, честно. Они, у каждого есть какая-то своя букашка половина. То есть где-то предлагают шаверму с собой завернуть в подарок. Где-то чаем напаят. Одна мне подогнала вот такую рыбу копченую. Просто говорит, о, у меня братцы по кондельствам занимаются где-то там. Вот мне прислал рыбы целую коробку. Я говорю, вы рыбу купите? Кухьем. Она, возьмете? Я ей духе, она мне рыбу. Ну как бы, отлично, пришли домой, все, все, свыкро. Ну деньги она, естественно, заплатила, а не рыбой расплатилась. То есть везде какие-то вот такие мешчачки, фаргончики. Тем более перед Новым годом ребята просто ходили, раздавали заказы и собирали подарки. Так, давайте сделаем перерыв. Пять минут, да? Маша, пошла? Пошла. Промнике моей. А, положено. Кожешь, что-нибудь на это? Ну я еще берем. А, Маша? А, где каталоги есть? Да. Так, здесь можно показаться.